Рубрика «Званный гость» у нас в эфире, и я рада приветствовать нашу сегодняшнюю гостью. Это очаровательная Ольга Питайкина, парикмахер-колорист, свадебный стилист. Доброе утро, Оль. Привет! Всем привет! Как настроение? Не замерзла? Нет, наоборот, вышла так с бодрячком на морозец. Замечательно! Ну, здорово! Сегодня мы поговорим о модных тенденциях в стрижках и окрашивании. Год только начинается, скоро придет пора снимать головные уборы, да, и каждой девушке, женщине хочется, конечно же, выглядеть прекрасно. Что модно в этом году? Для начала я скажу так, что настолько разнообразно веяние нынешней моды, что каждый из вас, девочки, вы можете быть в тренде. То есть нет такого четкого разграничения, короткие волосы, длинные. Модно, в принципе, все. Главное, грамотно это все подобрать. А вообще мода меняется? Она циклична? Я бы сказала, да. В принципе, вот просмотрев все новости в мире моды, да, причесок, стрижек и окрашиваний, если честно, я не заметила очень больших каких-то расхождений радикальных таких, да. То есть волосы модны хоть короткие, хоть длинные, хоть средней длины. Главное помнить, что, допустим, в этом сезоне ваша прическа заиграет новыми красками, если вы дадите не одну длину с массой, да, линии массы у конца, а сделаете некую градуировку. Опять же нужно помнить, что филировки, градуировки очень нужно грамотно применять, потому что у нас иногда мастера как разойдутся, и потом, допустим, пушистые волосы, пушистые, да, это волос пористый, он во все стороны, и он так, вот, и дуванчиком поднимается. Что касается средней длины, то, конечно, актуально каре, каре, это вообще, мне кажется, это классика. Но единственное, что в прошлом году, допустим, модно было тяжелая, опять же, линия окантовки, стрижки, и в основном длина ровная, то в этом сезоне модно каре градуированные, с удлиненными прядями, пряди на лицо уложены, вот, ну и классика ровная кара, конечно, оно вообще, мне кажется, в любые времена. Что касается коротких стрижек, короткие стрижки пикси, они у нас вообще вариативные, там очень много вариантов, длинная челка, короткая челка, выбритые виски, в принципе, стрижку пикси я бы назвала коррекционной, потому как она может скорректировать не какие-то недостатки лица, а главное, опять же, с мастером правильно подобрать именно ваш вариант этой стрижки. Что касается, вот, кстати, у нас каре, градуированное на удлинение, что касается, вот, я так хочу сказать, показывать фото, нужно рассказать, это пикси с выбритыми висками. Что касается окрашивания, окрашивание у нас модное, «Блондинки рулят миром», так всегда говорят, и придумала это не я, оттенки холодные, медово-пшеничные, жемчужно-розоватые, в моде, конечно, лаванда, также яркие, да, но, опять же, если вы бизнес-леди, да, преподаватели института, то, представьте, вы придете с лавандой, вам цветом волос, это будет фурор просто на парах. Эдакая девочка с легкоголубыми волосами. Да-да-да, мальвина. Что касается шоколада, шоколадные оттенки в тренде также, ну, можете добавить изюминки, добавить туда вишни, добавить цвета марсала, либо гранатового оттенка. Это придаст изюминки, и, ну, это модно в нынешнем сезоне. Ну, лаванда – это так интересно, по-моему, несколько лет подряд все склонялись ближе к естественности. Ну, вот так. В этом году они так решили, но я так думаю, что не ко всем приживется этот образ, если честно. Я всегда шучу, если у вас есть злостная подруга, посоветуйте ей покраситься в черный. Из него выходить очень тяжело. А так все оттенки мне нравятся всегда. Также я хотела, чуть не забыла я, Яночка, про своих любимых рыжих. Вот они, мои красавицы. Рыжий от нежно-золотого до ярко-медного с красным отливом. То есть рыжики в тренде все, мои обожаемые. Поэтому не бойтесь экспериментировать и быть яркими. Ну, раз мы уже начали говорить именно о тенденциях, кто является законодателем моды? Вот кто сказал, что это модно? Ой, ну у нас в городах Европы есть неделя моды. Там собрались умные стилисты все красивые. Они придумали, что так модно. Но опять же скажу, что то, что это модно, это не значит, что нам нужно. Потому что некоторые тренды не успеют даже прийти в массы. Мастера их еще не успеют попробовать. И понимают, что они непродаваемы в нашем, по крайней мере, регионе. Но представьте у нас, женщина, да, где-нибудь продавец в магазине, забубенит себе леопардовое окрашивание на придях, которое, в принципе, красиво смотрится только на подиуме, да, и при идеально вытянутых волосах. Вот так не шевеляйся, она красиво идет, не дышит. И наша женщина где-нибудь за прилавочком, там, картошечки насыпала, сахаром насыпала. Но это просто не для нас. Поэтому мы посмотрим на эту красоту с экраном телевизора. Или выходит из магазина, да, с питью сумочками, слегка вспотив. Поэтому нет, то, что модно, не всегда к нам подходит. Нужно помнить об этом. И вот такой еще вопрос. Некоторые девушки в погоне, да, за модой, за какими-то тенденциями, не всегда учитывают, а подходит ли это к типу лица. Ну, допустим, тоже к арену. Не всем же оно идет. Ну, вот я и говорю всегда, что очень важно, чтобы ваш мастер смог объяснить, подобрать именно к вашему типу лица. Потому что вот иногда приходят ко мне девочки, вот хочу. У нее бронзовый цвет лица, что такой загар, прям, знаешь, азиатский, красивый там. И она мне, вот хочу я пепел. И у меня была клиентка, такой случай, я с ней полчаса, ну, не поверишь, мы чуть не подрались с ней. Мы с ней, я ей доказываю, что, ну, никак ей пепел, это будет китайская кукла. Она мне, нет, я хочу. В итоге закончилась тем, что я из карты вырвала вот так прядь, положила ей на лоб. Она говорит, боже, я такая страшная с этим цветом. То есть, ну, вот оно вот здесь красиво, но мастер должен подобрать по вашему цветотипу. То есть, если у вас осень, то какая вам, какие вам холодные оттенки, если у вас цветотип осень, вам, вот что у нас осень, бронза, золото, да, то есть такие цвета. И это будет очень гармонично и дорого смотреться. Не обязательно гнаться, вот у соседки так и мне надо. То есть, приходится быть еще и психологом. Конечно. Мы забыли, Яночка. И психотерапевта, наверное, иногда. Да, Яночка, мы забыли о текстурах, о прическах сказать. А то времени мало у нас. Текстуры в моде локоны, но локоны растрепанные. Вот так вот нам вышло, ветерок на пляже дунул, и она красавица. То есть, не нужно там выкладывать каждый локон. Он уже будет слегка взъерошенный, такой игривости, скажем так, придавать. Если это пучки и хвосты, хвосты как высокие, так и низкие. Пучки желательно делать в самом основании головы, они должны быть низкие. И плетение в тренде. Но помните, что главной изюминкой этого сезона являются выпущенные прядочки. То есть, тут прядочку выпустили кокетливую, тут слегка такая растрепанность и ветреность должна быть. Приветствуется, да? Да. Чувствуется весеннее настроение. Это значительно облегчает домашние укладки девочкам. Вот я как раз хотела спросить, насколько адекватно люди тоже оценивают структуру своих волос при выборе прически. Ведь подстричься и выйти от мастера, это, конечно, хорошо, но с этим еще потом жить. Ну, я скажу так, клиент не обязан знать, какая у него структура и что ему подходит. Обязан ваш мастер быть настолько квалифицированным, чтобы подобрать. То есть, если ко мне приходит клиент, я деликатно объясняю, что эта стрижка вам не подойдет потому-то, потому-то. Потому что дома будет тяжело укладывать. То есть, вы хотите проснуться и начать утро с утюжка, со всего там, да, то есть, не с кофе. Если вы хотите без проблем, вот вам челка. Но я вас предупредила, вы должны быть в курсе. Это задача мастера объяснить своему клиенту, предупредить о сложностях укладки. И как можно более упростить этот процесс. Многие мастера придерживаются девиза «волосы не зубы отрастут». Сейчас подрежем, а там видно, дальше будет. Ой, я вообще в шоке. Я вообще в шоке от этого. Но, к сожалению, такие. Многие мастера не объясняют, что тот же блонд, мало его сделать, сотворить в салоне. Нужно объяснить клиенту, как за ним правильно ухаживать дома. И не только блонд. Любой цвет, он подразумевает профессиональный уход дома. То есть, если вы покрасили, сделали замечательное окрашивание, супердорогим красителем, но пришли домой, помыли прелестью, там, не знаю, каким-нибудь вошенгоутом волосы, ну, раза три и нет цвета просто. Потому что эти шампуни, не предназначенные для ухода за окрашенными волосами, они вымывают цвет. То есть, клиент должен помнить, что, раз ты потратил деньги уже, грубо говоря, сходил, красоту навел, нужно дома еще и потратиться на уход. Шампунь, бальзам, сывороточку какую-нибудь, которая обязательно закроет кутикулярный слой, волос закроется, будет красивый, шелковистый. Целая наука. Да. И главный, чистый, вымытый, здоровый волос, это самый, мне кажется, такой тренд, который вообще ниоткуда не выйдет ни с какой моды. И никто не отменял. Да, здоровый блеск волос, это уже нарядно, я так считаю. Коснувшись темы блондинок, да, уже, наверное, ну, добрых лет пять, может быть, ошибаюсь, появилась такая тенденция, да, и много вокруг разных слов. Амбре, балаяж, шатуш, эйртач и много-много разных других названий, которые, в принципе, сводятся, да, к одной и той же теме, это растяжка цвета. Да, я уже насчет этих названий всегда смеюсь и просто прошу клиента. Кто больше, да? Да, кто больше, я просто всегда говорю, принесите, пожалуйста, фото, что вы желаете. И там уже подберем. Это еще актуально? Это актуально, и я бы сказала, что в этом сезоне не нужно выдумывать красных, бешеных цветов в этих растяжках. То есть все натуральненько. Вот что касается растяжек, все натуральненько. И оно будет актуально. Что такое амбре с амбре? Оно вообще, в принципе, друг от друга там не отличается. Что такое айртач, если кому-то интересно и не знают? Это дословно выдув воздуха. То есть пряди определенное количество выдуваются, те, которые покороче падают, те, которые по длине остаются. Насколько много вы выдуете, настолько они останутся темными, а концы будут светлыми. Ну, то есть это такой возможный вариант, да, поэкспериментировать с цветом, побыть слегка блондинкой. Да, 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 но не до конца. При том, что окрашивание айртач правильно сделано, оно надолго упростит вам, вообще выкинет из головомыслия, я бы так сказала, о дальнейших окрашиваниях. То есть если мелирование четкие полоски его видно, то в айртач вы долго-долго ходите и не вспоминаете про своего мастера. Ой, сейчас меня побьют, да? Возможно. Забыла, Яночка, сказать про новое венье. Называется каламбре. Записываем. Записываем, вот тут была фотография, где было черное каре, черный волос каре, и внутри кончики прокрашены ярко-синим. Вот это тренд нового сезона. Не знаю, как он у нас приживется, то есть чем хорош, что осветляются, по крайней мере, не до конца все волосы, осветляются концы внутренних волос. Вот, да, видишь, оно, пчелочка внутри, окантовочка внутри ярко-синяя, то есть возможность перекрасить и состричь в ближайшие несколько месяцев предоставляется. Вот можно модницам попробовать так. Но не забывать это все тонировать, конечно, и следить, потому что вымытый синий, он такой грязненько-зеленый становится. Это только синего цвета? Нет, любого. Любого. Любые яркие, да, цвета приветствуются. Вот новый тренд. Посмотрим, как приживется. Насколько он носибельный. Много ли у нас в Кустанае девушек, женщин, таких вот экспериментаторов, которые что-то увидели, какую-то, может быть, тенденцию, или вообще просто фотографию какую-то и говорят, вот все хочу. Знаешь, сам... И решаются там на смену длины, на смену цвета. Яночка, самая проблема в том, что решаются они в домашних условиях. В основном. Я хочу, но мне жалко денег на профессионального мастера, потому что дорого. А почему дорого? Потому что хорошие препараты, потому что мастер съездил и отучился. Он потратил на это деньги, и дешево он это делать не будет, но сделает качественно. Хотят синий, хотят красный, но не хотят за этим ухаживать. Поэтому это по городу идешь иногда и смотришь такой, вымытый бирюзовый, вымытый какой-то такие цвета, они неаккуратно смотрятся. Поэтому у меня такой прям призыв девочке, если вы решаетесь на такие окрашивания, сделайте их, пожалуйста, у профессионального мастера и ухаживайте потом за ними. А если нет, ну я всегда говорю, если у меня нет денег там, знаешь, на последнюю Тойоту, я не иду за ней. Зачем? Так это, ну нет денег, сделай окрашивание в один тон, и это будет дорого, красиво смотреться, нежели... Ну, то есть экспериментаторов много. Да, их много, их много, безусловно. Проблемы таких домашних экспериментов, они решаемы? Иногда нет. Или жертвы горе мастеров? Иногда нет, вот у меня даже на днях девочка пишет, я была блондинкой, у меня волос ломался, я покрасилась в темный, хочу обратно в светлый. Я ей говорю, я не могу вас принять, извините, я не возьмусь за вашу работу, потому что вы уже сами себе ответили, у вас волос ломался, вы закрасили его в темный, а теперь хочу обратно в светлый. Мало того, что он уже ломался, а теперь я его с темного должна еще осветлить. Я уже так, знаешь, чтобы понятно было, я говорю, представьте, вы руку обожгли, а я еще раз пять туда сковородку горячую положу. Ну приятно будет, нет, волосу то же самое. Иногда просто ты не можешь ничего сделать. Вот я сейчас ее осветлю, она обсыпется, вот так у меня и останется. Это вот часто проблема, они сами себя дома осветляют. Ну они отрастут, но просто это же время нужно. Безусловно, а как-то повлиять на этот вопрос, на состояние, на качество волос в принципе можно? Вот сейчас зима, да, все носят шапочку, статика накапливается в волосах. Какие-то правила по уходу именно зимой за волосами существуют? Зимой я бы посоветовала, вот, как панацею использовать сыворотки для волос. Притом сыворотки профессиональные. Не то, что вы зашли в магазин, там купили, не буду говорить, какие, Мосмаркет, да, средства, которые в принципе деньги заплатили, и она у меня есть на полочке, но она не работает. Лучше заплатить немножко дороже и купить, во-первых, у них расход меньше у профессиональных средств, во-вторых, они действительно профессионально закрывают кутикулярный слой. Если они его закрыли, в статике, все это, проблема решена просто. Волос закрыт, и он... Действительно защищают, как написано, там, от утюжка. Да. Нет, если это профессиональный уход, то он действительно помогает. У меня клиенты берут, допустим, сыворотки, уходят, и я всегда спрашиваю, как у вас состояние волос, действительно ли помогает. Ну, то есть ни одного нарицания, по крайней мере, на бренде, на котором я работаю, я не слышала. То есть, в принципе, вполне все возможно. Да. А тем, кто уже пострадал от своих экспериментов, что можно посоветовать? Набраться терпения? В любом случае, если уже волос, я их всегда смеюсь, называют дохлики. Вот эти волосешечки бедные, мне их так жалко. Я когда вижу, мне самой плакать охота просто. Я говорю, бедные мои дохлики. В любом случае, до того момента, пока вы их сострижете, вам нужно за ними ухаживать, чтобы они не обсыпались вовсе. Поэтому средства, которые увлажняют волос, всегда можете ко мне обратиться, я расскажу, что сделать с вашими волосами, помогу подобрать уход. В любом случае, их нужно питать, потому что, сохраняя пластичность волоса, вы, по крайней мере, его предохраняете от того, что он просто обломится. Вот как веточка сухая обломалась, и все. Он, по крайней мере, будет у вас срастать. Вы дадите ему возможность уходить не совсем коротенькими волосиками, если вам этого не хочется. И такой будет завершающий вопрос. А любишь ли ты клиентов-экспериментаторов? Уважаю. Которые приходят и говорят, ну, глянь на все. Чего-нибудь хочу, да. Поколдуй там что-нибудь. Я обожаю их. У меня есть одна Юлька моя. Она вообще так заходит. А давай сегодня вот здесь выбрей. Боже, я ее как только в дверях вижу, я уже ее люблю. Почему-то у нас с девчатами многие боятся вот где-то что-то выбрить, где-то что-то какой-то рисунчик покороче, ушко открыть. Прям вот боятся. И иногда клиентов по 3-4 стрижки так плавно готовишь, уговариваешь, чтобы открыть ушко. Потому что ушко открыли, линия лица у нас поднялась сразу, и все, и моложе девочка там. Женщина моя выглядит. У меня все девочки, но женщины. Я не люблю их женщинами называть. Мы все девочки. Поэтому вот экспериментаторов я вообще особенно люблю. Есть где разгуляться в душе. Пожелаем тебе побольше таких замечательных клиентов, которые будут радовать тебя, поднимать им настроение. Но я думаю, и девочки от тебя тоже будут выходить посвежевшие. Ничто так не радует, да, и не поднимает настроение, как новая прическа, новый цвет волос. Добавляет, наверное, уверенности и хорошего настроения. Любой девочке, девушке без исключения. Я думаю, нет таких, которые выходят погрустнев. Спасибо огромное за сегодняшнюю беседу. Знаю, что заболел твой сынок. Но несмотря ни на что ты пришла сегодня все-таки к нам в студию. Пожелаем ему скорейшего выздоровления. Он сейчас нас смотрит. Можешь сказать ему пару типов слов? Савелий. Выздоравливай обязательно. И спасибо, что пришла сегодня этим утром к нам в студию. Дорогие друзья, мне остается напомнить, что Ольга Питайкина рассказывала нам сегодня о модных тенденциях в окрашивании и стрижках и о том, как ухаживать за волосами. Ольга Питайкина – парикмахер-колорист, свадебный стилист. Наша программа на этом не заканчивается. Впереди много интересного. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова